В Белгороднестровском с 2009 года действует кодекс чистоты. Это положение, которое включает в себя свод правил благоустройства города. За их нарушения предусмотрены и наказания. Ежемесячно на заседаниях административной комиссии Грисполкома рассматриваются протоколы совершенных админнарушений, составленные уполномоченными работниками Управления ЖКХ, Управления архитектуры и градостроительства, КП Белгороднестровск-Водоканал, КП Белгороднестровск-Степлоэнерго. К примеру, на последнем заседании исполкома Горсовета пытались разобраться, за что были оштрафованы жители улицы Лесная. На постанову административной комиссии с приводу притягивания его до административной предательности в выводе штрафа в размере 51 гривны за порушение ст. 150 Кодексу Украины про административные правопорушения саммит в искусстве отсутствия договора на вывезти до готовых подходов. По словам Сергея Чернокурского, люди отказываются заключать договора с коммунальным предприятием силаясь на неудовлетворительное качество предоставляемых услуг. На административной комиссии было порядка 50 протоколей по улице Лесовой и вулице Переможницькой. Все люди были незадоволены теми условиями, которые надает автотрансервис. Поэтому данное вопрос, кроме того, что будет рассмотрено сегодня, я вважаю, что необходимо сформировать автотрансервис, поскольку действительно люди незадоволены, что один раз вывозится в неделю, не визначается конкретный час, витер, собаки разносят этот мусор и потом его выносят, его снова нужно собирать. Но отказ заключить договор с КП «Автотрансервис» является нарушением и грозит назначением штрафа. В итоге создается конфликтная ситуация, но члены исполкома ищут пути ее решения. Второй вопрос. Для одних и тех же потребителей в городе созданы разные условия. Одни потребители могут каждый день выносить в контейнеры, и у них условия оплаты одинаковые, а на улице Лесной, Переможницкой и других, где вывозы раз в неделю, у них совершенно другие условия. Платить столько же, но условия вывоза совершенно другие. Вот в чем люди не согласны. Они говорят, поставьте нам контейнера, сделайте такие же условия, как и в других частях города, и мы будем платить и будем заключать договоренность. В итоге, как заверяет Владимир Мензеринцев, для жителей улицы Лесная будут пересмотрены условия договора с учетом их пожеланий. При заключении договора учитываются все пожелания. Не все пожелания, а надо правильно говорить, Василий Иванович, надо принадлежение, не раз в неделю вывозить мусор. У нас определенный час, а надо знать, когда вывозить мусор вывезти. Конкретно, чтобы была конкретика, когда, какой день, чтобы два раза в неделю и в какое время. Как видим, за полный отказ от заключения договора с коммунальными предприятиями горожанам грозит штраф. А если вдруг вас не устраивает их качество работы, то лучше попытаться обратиться с просьбой пересмотреть условия договора. Ирина Паил, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.